День защитника Отечества. Этот праздник является символом героического служения отчизни и дань глубокого уважения народа к своим защитникам. Братский народ, союзный покой! Мы открываем памятный тост, посвященный выпускникам нашей школы, героям, впавшим в мирное время в зоне специальной военной операции. Сегодняшняя линейка – это символический старт акции «Герои нашего времени» в рамках федерального проекта «Мир возможностей». Очень приятно присутствовать в любимой школе, рада видеть вас всех. Действительно, очень хорошие проекты проводит «Единая Россия», и один из них, который озвучила Оксана Алексеевна, – это «Герои нашего времени». Герои были во все времена, есть они и в наше время. Они живут среди нас и кажутся нам незаметными, совершая свои небольшие или грандиозные подвиги. Здорово о них говорить, обязательно нужно это делать. Нужно их обязательно разглядеть и рассказать миру о них, рассказать нашему городу, нашему краю. Обязательно участвуйте в этом проекте, потому что память о нашей «Герои нашего» пока помним мы. И, конечно же, надо с гордостью говорить и рассказывать о героях. Я вас очень прошу поучаствовать в этом проекте, принять участие, развить свои творческие, любые другие возможности и рассказать о героях, которые существуют рядом. Я хочу рассказать о своем сыне, он 10 лет учился в стенах этого заведения, закончил школу, поступил в институт, учился 4 года. Потом неожиданно сказал, что это не его, что он хочет служить в армию. Ушел в армию, служил в срочную, как уже сказали, в Чите, в танковой учебке, потом в Молтограде, в танковом полку. Я служил, вернулся, поработал в немножко силовых структурах, сказал, папа, это не ваё, я приду служить в армию. Я ему говорил, Юга, зачем? Что это вообще? Зачем тебе это много? Он мне сказал, папа, ты фильм офицера видел? Есть такой хороший старый советский фильм. Он говорил, есть такая профессия, родину защищать. Ну и поступил в 7-ю гвардейскую десантно-штурмовую горную дивизию в городе Новороссийске. Сразу пошли командировки, четырежды он был в Сирии, имеет награды в Сирию. С первого дня был голос о Николаевском управлении. Извините. Несмотря на горечь утраты, я горжусь своим сыном, горжусь его боевыми товарищами, горжусь вообще парнями, что есть такие, у которых слово «долг», «честь», «родина» – это не пустые слова. Надо гордиться такими парнями, кто сейчас находится на передовой, помнить их, помогать их. Уважаемые родители, для нас на самом деле вы сейчас, может быть, даже больше герои с той болью, с которой вы столкнулись. Не передать словами, и я надеюсь, что среди учащихся, которые сейчас здесь стоят перед вами, найдутся ребята, которые постараются увековечить в исследовательской работе память о ваших сыновьях. Одеялом лоскутным на ней, город дорожкой вверх, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, и упасть оболённой звездой по имени Солнце. Нужно, чтобы подрастающее поколение знало, помнило, чтило. Своих защитников Отечества. Несмотря на горечь утраты, то есть и боль, я уже говорил, что я горжусь своим сыном, что выросли такого сына, которому долг, честь, Родина, пустые слова. Потому что молодое поколение, возрастающее поколение, я как делаю, дало с них пример, что с Зимина Хвостик, что с Кузнецова и он и с их сослуживцев, которые сейчас находятся на передовой, несмотря на все тяготы, лишения, сложности этой службы. Но кто-то же должен строить защищать. Есть такая профессия защищать Родина. Вот они и защищают.